Итак, самый добрый день. Сегодня у нас 24, если не ошибаюсь, 24 июня. 2014 год. 22 июня. Ровно в 4 часа. Кипом били, нам объявили. Так, поехали. Что-то я себя вижу, что я вверх ногами. А! Эй! А ну быстро переворачивай. О, перевернулась, испугалась. Всё, поехали. Итак, эта песня хороша, начиная сначала. Только что я рассказывала, рассказывала, и, оказывается, камеру я не включила. Бывает. Это была генеральная репетиция. Бывает. Итак, поехали. Что я хотела, о чём я хотела сейчас поговорить? Какая-то на меня хандра напала. Не, не хандра, а какая-то супер лень, можно так сказать. Супер, супер, супер. Такая махровая такая лень напала на меня. И вот я не знаю. Я уже много раз говорила, мне так из дома не хочется уходить. Я хожу с утра и думаю, вот что-то зацепится. Вот надо мне, вот это надо сделать, вот это надо мне сделать, вот это надо мне сделать. И перемыла всё уже в доме. Полы все повыметала. Дугла за мной ходил, всё это мыл. Пыль везде повытирала. Ну всё, уже делать нечего. И столы перемыла, и сковородки все перемыла. Думаю, ну, сесть порисовать. Думаю, жалко время рисовать. Такое. Днём надо куда-то ехать. Рисовать можно вечером. Вот оно борется во мне что-то, борется, борется. Думаю, нет, всё, поеду. Села, поехала. Я что хочу сказать, что когда вот такая полнейшая свобода, очень трудно выбрать. Чем больше выбрать, тем тяжелее выбрать. Я вспоминаю социализм, наши социалистические годы, когда на полках, магазинах вообще не было ничего. Стояли какие-то галоши страшные. Обувь была, конечно, вообще удивительно, как вообще люди способны были носить такую обувь. Но, тем не менее, куда нам было одеваться, мы носили такую страшную, просто жуткую обувь. Какие-то непонятные какие-то платья, непонятные какие-то, бог знает что было. То есть выбора у нас не было. И, конечно, когда где-то там вдруг кто-то там из-под полы нам предлагал какие-то чешские туфли. Ааа, это было вообще верхом. Это было верхом блаженства, это было верхом. То есть собирались какие-то деньги, занимались у кого-то что-то, чтобы купить эти чешские туфли, которые, ну, были чуть-чуть лучше, чем наши социалистические. Я говорю, я всегда думаю, бедные американцы, это же у них постоянно. Вот американец родился в этом изобилии, и у него как же трудно выбрать, когда вот такое изобилие в предложении. Вот идешь, например, что-то покупать, я не знаю, ту же еду. Ну, просто изобилие. Сыры вот такие, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Макароны бантиком, а какие только. Мясо идешь, смотришь, боже, там заваленное и такое, такое порезанное. Вот это и вот так вот вырезанное. Божечки мои, этих сосисок, это во всего. Это, ну, опять-таки, обуви, это и платье, эти полотенца. Заходишь, полотенец же полный дом, ничего ж не надо. Смотришь на эти полотенца, и руки тянутся, хочется снова купить, потому что еще более красиво, чем у тебя есть. Или там, ну, заходишь в эти магазины, просто изобилие предложения, просто суперизобилие. Понятно, я понимаю, бедные женщины, которые не умеют контролировать. Ух, опять что-то строится. Опять тут, как оно быстро, все тут, вот уже все выросло. И вот тут, вот опять, вот оно все стоит деревянное. Вот оно все деревянное строится. Все постройки деревянные, тут редко когда-то что-то искам. Я скажу, ладно, я пока развернусь, я покажу, как я заеду на скоростную трассу. Брошу сейчас денежку, 50 центов. И поеду дальше болтать по поводу вот этого изобилия, которое, когда ты можешь выбрать все, и когда тебя начинает кидать из края в край, и думаешь, а что лучше, все-таки, а что же лучше выбрать? То же самое я хочу сказать. Вот как сложно здесь что-то купить, потому что берешь одну пару обуви в одну руку, другую пару обуви в другую руку, в третью пару обуви, в третью руку. И все доступно, и всего так много, и всего так хочется, и думаешь, и думаешь, да ну нафиг вообще брать ничего не буду. То есть когда слишком много выбора, рвет крышу, и, честно говоря, сразу и уже ничего не хочется. Вот то же самое, то же самое могу сказать вот с моей полнейшей свободой. Я очень много лет уже не работаю, я заброс, хватит, я больше не могу, мне больше это не надо. Когда жизнь, все, отаяла, все. И сама себе думала раньше, думаю, боже мой, когда-то же наступит день, когда вот, ну люди, например, на пенсию выходят, не знаю, как. Я немножко завидовала женщинам, которые не работают, сидят с детьми. Но я, кстати, сидела, у меня двое детей, и я сидела с двумя детьми. Три года я не сидела с дочкой, по-моему, два года я сидела, через два года вышла на работу. Я уже не помню, с сыном что-то тоже. Но я не могла просто дома сидеть, потому что сидение дома меня просто убивало. Потому что дома, когда ты работаешь, и у тебя дети там, у тебя учеба, у тебя там уборка, приготовить надо все, получается все. И успеваешь и убраться, и за детьми, и туда, и сюда. Но когда ты сидишь дома, казалось бы, ты целый день дома. Не успеваешь ничего, ни за детьми, ни убраться, ни себя привести в порядок. Ходишь как лохудра какая-то по этому дому. Потому что можно проснуться, когда хочешь, можно лечь спать, когда хочешь. Ой, вроде как мне спать, а почему бы не лечь, а почему бы... То есть вот это вот, вот это вот, такая непонятная такая тусовка по собственному дому. Ты ходишь и думаешь, а, да, это я успею, это я успею, я же дома. То есть где-то подсознательно, куда ты прешься? Ты посмотри, он мне еще гудит. Я сейчас как погудю, догоню, да как погудю тебе, Федекс. Ты посмотри на него. Я ехала по своей линии, он сзади несся. Обгоняльчик несчастный. Я так еду сюда ругаюсь. Еду ругаюсь на всех. А хорошо, как иногда так выругаешься, выругаешься. Ну, собственно, я даже не ругалась, потому что... Я иногда могу и такое крепкое словечко применить, делать не без этого. Я сейчас специально навела камеру на дорогу, потому что вот в этом месте очень часто... Обычно, когда камера не включена, идут самолеты на посадку, и прямо вот, прямо вот-вот, вот с левой стороны уже, вот она, аэропорт. И самолет садится прямо, ну вот-вот, вот пролетает вот над моей головой. И такое ощущение обалденное, когда самолет летит над головой. Так, сейчас надо снова денежку заплатить. Так, вы там сзади, осторожно, Эль-Ветам наверху. Так, тут надо снова заплатить денежку. Осторожно. Идите, 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 идите. Сейчас, вот, сейчас, тут еще денежку заплату, почему не знаю, что-то звонок путаюсь. Или доллар, или доллар, или 20, да? Hello! Thank you! Have a good day! Так, поехали дальше. Денежку заплатили, поехали дальше. Сейчас окно закрою, чтобы помочь мне очки одену, потому что солнце и очень яркое. Давай, двигай задницы, эй! Черножубик. Я имею в виду, что черная машина. Маккорь. Так. Так вот, когда я сидела дома с детьми, и казалось бы, ну, все равно. Хотя, что там того дома было? Что там той комнаты было? 12 метров у нас была комната. Тем не менее, как-то дома, когда сидишь дома, оно, оно, недели за неделями, месяца за месяцами, вообще никаких тебе не изменений, ничего. Время течет, непонятно как, и ходишь распадленно, не накрашенно, и бог знает что. А когда выходишь на работу, понятное дело, нужно привести себя в порядок, нужно там выскочить из дома, сесть в какой-то троллейбус, там, или в автобус, ну, там, или пройтись до работы, или как-то, или выглядеть по-человечески, успеть забежать в магазин, накупить там каких-то продуктов, что-то надо везде, 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 успеть идти с садика и со школы собрать, или там с садиков со школы встретить. Ну, не важно как, прийти домой, дома быстро перестирать, дома быстро наготовить ужин, помыть посуду, и всегда все успевалось. Но когда ты сидишь дома, когда ты сидишь дома, у тебя все валится из рук, как правило, им вечно не хватает времени ни на что, поэтому я поняла, вот сейчас я точно поняла, что вот эта чересчурная свобода, это она к хорошему никогда не приведет. То есть ничего хорошего в этой полнейшей свободе нет, если честно, по большому счету. Я так иногда себе даже задумывалась, думаю, вот так если бы Дуглас мне сказал, да, едь куда хочешь, езжай куда хочешь, когда хочешь, мне кажется, у меня даже отпало бы желание путешествовать. Вот именно здорово, когда выклинчишь у него там 2-3 дня, там, когда, вот опять же, выклинчила уже второй раз, выклинчила у него поездку, он не разрешил полететь в Канаду на Ниагарск, посмотреть Ниагарский водопад, и как-то мне не хочется, потому что уже доступно стало, вот если было бы недоступно, вот тогда было бы интересно. Точно, хорошая из пословицы, запретный плод слаще. Так вот, я что хочу сказать, и вот я сейчас, я сейчас постоянно дома, я утром просыпаюсь, когда хочу, засыпаю, когда хочу, могу ночь не спать, бронить по комнате, потому что знаю, да, что мне, завтра днем посплю, какая разница, то есть мне на работу не надо, никому ничего не должно, поэтому расслабишься, думаешь, да, подумаешь, а если бы ходила на работу каждый день, если бы мне надо было, допустим, к 8 или к 9 бить на работе, и 8 часов там простоять, либо просидеть и быть ответственной за что-то, раз я могла бы позволить себе не спать ночами? Нет, конечно. Поэтому я хочу сказать, что свобода, конечно, это палка о двух концах, есть много хорошего, есть много плохого. Так вот, опять же, про мою свободу. Вот утром просыпаюсь и думаю, так, ага, первая фраза, ну первая мысль понятна, сегодня будет самый лучший день в моей жизни, все. Или там, сегодня будет самый счастливый день в моей жизни, это установка, это установка обязательная. И так оно и есть, собственно, каждый день самый счастливый, самый лучший, вообще самый удачный, это все, это все, что связано с моими днями. Потом хорошо подтягиваешься до хруста, до хруста, до ломки в костях. Естественно, холодный душик, зубки почистить, там траля-ля 3 рубля, позавтракать с семьей, быстренько что-то там приготовить, оладушки там или что-нибудь на скорую руку. Кофе с какими-то печенюшками, с Региной у нас появилась сейчас, так хорошо, вот мы где-то часик, мы сидим, наверное, 40 минут, час у нас уходит вот на этот завтрак. Траля-ля 3 рубля, как прошел день, и туда-сюда, и тому подобное. И дальше, вопрос, следующий вопрос стоит, куда поехать, что делать. Ну, как я уже сказала, мне в последнее время, мне очень хочется остаться дома и сидеть просто дома. Я себя просто пинками выталкиваю из дома. Сама себе говорю, садись, у тебя такая красивая, любимая машиночка, боже, у тебя такая родная машинка, когда-то ж ты жила без машины, сейчас у тебя стоит машина под ладницей, заполненная бензином. У тебя есть там все, у тебя есть куча денег, ты можешь себе купить, позволить все, что ты хочешь вообще, езжай, посмотри. А ничего не хочется, а не хочется ничего, ни в машину садиться, ни покупать ничего не хочется, потому что ничего не надо, потому что вот это безумное предложение здесь в Америке. Ну, что тут, ну, что тут, что тут можно хотеть? Ну, купила я шлепанцы, ну, купила я одни, вторые, третьи, вот в одни, а у меня еще такая натура, я в одни влезла, сейчас я покажу, как я заплачу денежку, я в одни влезла, шлепки, все, и другие будут стоять до второго пришествия. Алло. У меня есть, правда, один доллар, ну, я уже, давай, пусть размаху. Приятный день, напоенной любовью, можно так сказать, как хотите, так и переводите. Мне там одна, мне там одна, умная очень, я хотела написать, всех умных послали к умным, а меня к тебе. У меня там одна, дурочка такая, с переводочкой. Я не ругаюсь, ну, а как назвать, а как назвать человека, если у человека нет мозгов? Ну, я не сказала дурочка, а дурочка. Поэтому, я читала Джона Гришина и рассказывала, как я, как трудно было поначалу постичь вот этот американский-английский, либо просто английский, не знаю, или там есть в английском то же самое. То есть у меня американский-английский, и там я сказала одной фразе, как-то здесь она звучит так. It's up to you. Это зависит от тебя. Он говорит, это зависит от погоды. Ну, мы поедем на пляж, но в зависимости от погоды, поедем, либо не поедем. Решать тебе. It's up to you. Это зависит от тебя, либо решать тебе, либо на твое усмотрение как угодно. И одна мне там пишет, бедный Гришин, ты его читала? Это неправильно, это не зависит от тебя, это решать тебе. Вот. А, Америку открыла. Ой, почему не проскочила? Ой, ой, I'm sorry. И с таким же она прям. Смотрите, какая я умная, я знаю, как это правильно перевести. И вот тебе, вот тебе, вот тебе, бедный Гришин, ты его читала. Ну, вот что сказать? Человек, может быть, знает английский, человек, может быть, имеет там три высших образования, скорее всего. Она может быть начитанная, она может быть там суперграмотная, но она дура по жизни, потому что, ну, дура она по жизни, потому что такие вещи пишут только дураки недалекие. И с громадными комплексами, потому что вот то, что я пыталась ей рассказать, ну, не ей конкретно, то, что она услышала, она там перевернула в свою пользу, типа, вот, 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 смотрите, какая я умная, а ты, а все остальные дураки. Ну, она хотела сказать, что я дурак. Я часто повторяю это четверостище. Опять же, я поначалу думала, что это Амар Хаям, но на самом деле я у него не нашла. Но вот я бы, вот честно, я приписала бы это Амар Хаяму, потому что только он вот такой умничка. И можно буквы знать, но не уметь читать, уметь читать, но грамотным не быть. Быть грамотным, но умным не прослыть. Так вот, есть масса людей грамотных, которые красиво говорят, которые умеют составить речь, у которых там словарный запас, ой-ой-ой-ой, какой, и всякое разное там, и читанные, и перечитанные, и профессора, и доктора наук, и даже какие-то там видные ученые. А на самом деле, к сожалению, многие из этих людей совсем недалекие, потому что они грамотные, но они не умные, к сожалению. К сожалению, так оно и есть. И вот эта вот дурочка мне попалась тоже вот такая же. Грамотная, может быть и грамотная, я не спорю, но дура по жизни. Я представляю, какие у нее друзья, есть ли они вообще у нее. Но если есть, по всей видимости, ее уровни, там они соберутся, наверное, вместе друг с другом, и начинают выделываться, как мухи на стекле. Смотри, какая я грамотная, смотри, какая я грамотная. Я заранее могу предсказать, о чем они разговаривают. Все, потому что, ну потому что, что таким людям, что вообще радует их в жизни, что... Ладно, не путаю, бог с ним, бог с ним. Нормальных людей больше. Есть масса людей абсолютно безобразования, даже те, которые пишут с ошибками. Есть люди, которые, ну даже, может быть, и книг не прочитали, особенно в своей жизни. Но они люди умные, у них есть усадок, да, они просто не получили образования, но они уже были рождены умными. Поэтому лучше быть рожденным умным, чем быть рожденным дураком и потом набираться знаний. Очень страшные люди, дураки, но грамотные дураки, страшные люди, вот что я хочу сказать. Я таких людей наблюдала в своей жизни не раз. Это, наверное, самая страшная категория, самая тяжелая категория людей, самая жалящая категория людей, это грамотные дураки, вот и все. И вот эта вот дурочка грамотная, которая мне написала о том, что бедный Гриша... Боже, ой, что-то я так лечу 70 миль, сейчас нельзя, тут 55. Спасибо, что обогнал, если что, тебя за задницу обогнал. Я шучу, конечно, я вообще не вредна. Я совсем не вредна, я совсем не это. Ладно, я вам уступаю, давайте. Ага, там, под нам, я не уступаю никому, извините. Я хотела быть доброй, но одна миля мне осталась. Так что, пожалуйста, пожалуйста, летите, голуби, летите, пожалуйста. Я не против, вопросов нет. I'm sorry. Так вот, я начала за одно, начала за Ивана, закончила за болвана, как всегда. Начинаю говорить, и меня уже не остановишь, у меня уже мысли, мои скакуны пошли в одну сторону, в другую сторону, в третью сторону, в четвертую сторону. Так вот, по поводу этой полнейшей свободы. Я, конечно, как я уже сказала, утром просыпаюсь, потянулась, сегодня будет самый счастливый день в моей жизни, включаю тумблер счастья, тумблер радости, включаю мои магниты на удачу, на деньги, на все это прочее. Все повключала, все тумблеры, все мигает, все работает. Ой, как здорово. Шкалит от себя. Ой, так, тихо, 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 тут надо, фу, все, тихо, выезжаем, выезжаем на вот такой вот, на такой вот кружок. Здесь надо быть очень-очень осторожным, там мигает, показывает, сколько я еду, потому что... Ну, куда ты несешься? Вот куда ты несешься, как голый в бане? Тут такой страшный поворот, вот он несется, как будто, я не знаю, как будто опаздывает на свадьбу. Как голый в бане, по-другому никак. Тут такой вот сложный вид. Выезд на скоростную трассу, очень-очень круглый такой. Надо быть осторожным. Так, все, проехали, слава Богу. Повключаю все эти тумблеры, все у меня мигает, все так хорошо. Все думают, ох, класс. И дальше вопрос, а что делать дальше? И начинается выбор у меня потрясающий. Я могу поехать в Universal Studio. У меня билеты на круглый год. Я покупаю как Флорида-резидент, как житель Флориды, постоянный житель Флориды. У нас у всех флоричан есть одно преимущество перед всеми остальными американцами. Мы можем купить билет в любой парк развлекательный, один билет и пользоваться им целый год. Это, конечно, очень здорово, это просто супер. У меня есть билет в Аквадику, у меня есть билет в Sea World, у меня есть билет, опять же я сказала, в Universal Studio. У меня есть билет во все парки, весь Диснейленд, там куча парков. Кроме этого, есть куча магазинов, куча всего-всего. Можно поехать на океан, можно поехать на Мексиканский залив, можно поехать в Микаеву Спрингс поплавать там в роднике. Можно поехать в Кейли Парк, там тоже родниковая вода. Можно, короче, много-много выбор, вот такое вот, езжай куда хочешь. Или просто там погулять по городу, либо поехать в Кисиме, там так интересно. Ну везде так интересно здесь. Можно поехать куда угодно, можно поехать по подружкам. и я с утра, самое страшное это выбрать, а куда поехать сегодня, куда пойти, куда податься, в кого влюбиться, кому отдаться, ну это тоже, это из социализма у меня пришлось, из глубокой юности, минимал киндом, да, минимал киндом, я не знаю, я сейчас все-таки наставлю на дорогу, потому что я хочу показать, вот я уже практически приехала в Дисней, то есть от моего дома по скоростной трассе, ну тут сколько, 10-15 минут можно ехать, это Айфу, это скоростная трасса, она бесплатная, вот если я поеду до конца по этой Айфу, я приеду на Мексиканский залив, но это займет у меня где-то, наверное, час, минут, наверное, 50 до Мексикана, ну где-то час, час, потому что там минут 50, и там еще по воде ехать, 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 вот он с левой стороны, вот он громадный торговый центр, тоже туда придешь и потеряешься, вот это город, город, состоящий из магазинов, причем улочки, улочки как на воздухе, но перекрыты такими стеклянными такими штуками, солнце просвечивает, вот он с левой стороны, там есть все, абсолютно все, и Прады, и все что угодно, Фивс Авеню, и все что хочешь, громадный, ну громадный, не громадный, городок, просто вот городок, торговый городок, ходишь как вот из магазина-магазина, там свои улочки, там кафе-ресторантики, там все что угодно, там кофе можно попить, и с детьми, ну все что угодно, короче говоря, и куча-куча скидок, короче говоря, пойти можно кругом и везде, но вот выбрать, куда пойти с утра, и начинаешь, и вот начинаешь себе ломать голову, куда сегодня пойти, в Диснейленд, ах, не хочу, ах, не пойду, в это, да не пойду, можно пойти в LA фитнес, тут у меня по всей Флориде, у меня доступ во все LA фитнесы, это, я уже много раз показывала, у меня там есть, как я занимаюсь, у меня там есть эти LA фитнесы, там шикарные бассейны, там шикарные, я там даже стала в последнее время, когда рано прихожу, я играла в баскетбол, когда я сама, я правда никогда в баскетбол не играла, я просто беру мячик и пытаюсь забросить его в корзину, и вот начинается, а куда пойти, а чем заняться, а куда, может, с кем-то встретиться, а может, вот это, а может, и вот с утра муж мне говорит, ну как я у тебя, я говорю, вот, вот, вон впереди воздушный шар, вот видно, вот воздушный шар, вон, красный с белым, это даунтаун Диснейленд, это центр города, Дисней, может быть, мне туда поехать, но хотя, что мне там делать, в центр города, ну, ходить там и дальше, или поехать, я не знаю, что мне делать, поехать в центр Дисней, или пойти поплавать, не знаю, в Дисней есть два аквапарка, вот я больше люблю, конечно, Дайфун Лагун, есть еще Близзард Пич, не знаю, или, опять же, там куча вот этих гостиниц, некий резорты, там просто в резортах, из резорта в резорт меня доставит Эпкат, вот, вот, мне надо сворачивать Эпкат, вот он, даунтаун Дисней, нет, даунтаун, не знаю, или поехать, хотя я давно там не была, тоже маленький городок, абсолютно бесплатный ход, так много всего, ой, сейчас чихну, ой, носок как заскворчало, я вроде ничего, да, там, конечно, тоже, даун, вот, там написано, даунтаун Дисней, тоже, конечно, так интересно, абсолютно бесплатный въезд, если вы здесь в Орландо, и по какой-то причине у вас нет денег на билеты, потому что билеты очень дорогие, конечно, если семью идти, это, конечно, удар по карману, ну, просто ребенка привезти в даунтаун, вот он, даунтаун Дисней, и тут ребенок получит массу удовольствий, и все эти, и Микки Маус, и все-все это он увидит, очень интересно походить, посмотреть, там есть громадный магазин Лего, с выставленными громадными леговскими экспонатами, ну, и очень интересно, очень интересно, хорошо, и шикарный ресторан, который, в котором живые слоны, ну, они, конечно, не живые, но там они и ушами хлопают, и, как называется, Рейн, Рейн, какой-то дождливый ресторан, там и дождь идет внутри, там и молния и грохочет, внутри так красиво лианы, и вообще суперские ресторанищи, и даже есть кричащие динозавры, там динозавры просыпаются, начинают открывать рот, такой, а-а-а, кричать страшно, конечно, но интересно, очень замечательное место, у меня есть там много видео, даунтаун Дисней, значит, наверное, где-то что-то надо, потому что я смотрю, они опять тут дорогу ремонтируют, вот, Волтер, Волт, вот, добро пожаловать, и вот сейчас я буду ехать, и меня будут везти, вот Тайфун Лагун, Ватер Парк, Райт Лайн, не знаю, пойти мне позагорать, поплавать, даже не знаю, что мне делать, хочется мне, не знаю, или мне сегодня не идти плавать, пойти мне походить по... не знаю, не знаю, что мне делать, вот опять же не знаю, что... Next Rite, а, поеду в Тайфун Лагун, ладно, даунтаун, Марк, Спорт, Эпскад, а, поеду, ладно, позагораю, поеду, позагораю, вот, все, хотя там остальные парки Дисней, как я сказала, у меня есть билет на все эти парки, ну, мне вот не хочется, сейчас очень жарко, конечно, зимой нормально, а сейчас, конечно, жарко, сейчас надо идти на водичку, я взяла опять с собой книжечку Дины Рубиной, я буду сейчас читать ее, поплаваю, поваляюсь, немножко ножки позагораю, здорово, конечно, так, вот она, вот она идет, ремонт дороги, зря, конечно, летом стали ремонтировать, потому что тут очень много людей летом, очень много людей, как я уже говорила, раньше, вот, по старым данным, Орландо посещали в год до 50 миллионов человек, сейчас уже, вот он в воздушных шарках хорошо виден, это вот в центре города, или поехать не в центр города, не знаю, мне так что-то хочется, или поехать не в центр города, у меня есть на этом шаре, я каталась, у меня там отдельное видео есть, и вот там цирк, Дисюли, вот он белое здание, тайфун, лагун, вот все, тайфун, лагун я сворачиваю, не хочу я идти, вот он, даун, там, не хочу, не хочу, жарко, И удивительно, почему сейчас стали ремонтировать эти дороги, если все это можно сделать в зимнее время, когда меньше людей Вот он, водеркостер, айфон лагун Поехали, поехали Так вот, уже в этом году, уже в прошлом году Орландо посетили 60 миллионов человек И по предварительным данным, в этом году, вот в этом сезоне, ну вообще вот этот 14-й год, это будет почти 70 миллионов человек Это представить себе невозможно Ну что там того Орландо? Орландо небольшой, собственно, город Ну да, ширь, ну опять-таки он небольшой, потому что Орландо, ну опять же, сюда же входит и Винтерпарк, конечно Хоть это отдельная территориальная единица, сюда же входит как Бейки Сими Но это тоже считается, как бы, как считается Большая Ялта с Гурзуфом, с Форосом Так, наверное, считается вот это Большой Орландо, я так, это по моим подсчетам Вот девушка показывает, куда ехать, куда парковаться О, мне уже хочется водичку, мне хочется водичку Правильно сделать, что я выбрала поехать в Ватерпарк И даже вот я уже здесь, в Дисней, я сюда приезжаю, и тоже у меня стоит стоять перед выбором А куда поехать лучше? А может туда поехать? А может туда поехать? А может туда поехать? А может поехать Animal Kingdom? А может поехать в Blizzard Beach? А может поехать... И вот постоянно вот этот выбор, когда выбрать-то, собственно, невозможно Потому что слишком много, слишком много предложений Так что... Кто-то сейчас скажет, ну вообще... Ну вообще обалдела, ошалила девушка от этого, от суперпредложений Ну а что делать, если так оно и есть? То есть, когда маленький выбор, легче выбрать Но когда выбор очень большой, сложно выбрать, действительно, по-настоящему сложно выбрать Так, ну давайте, шевелите булками Он пропускает, пропускает девочек, мальчиков И кого тут только, конечно, не видишь Я... В прошлый раз я была здесь несколько дней Два дня назад, по-моему, я была здесь Я познакомилась с русским Наташа, ты дай мне знать, ты меня вообще нашла или где? Ни от тебя невесточки, ничего Мы с тобой, как вроде, обменялись Обменялись нашими этими... И так я... И так я не слышала А... А... Они... нашла... Так она меня не нашла, и мне ничего не слышала Так она тебя заносит Продолжение следует...